Доброе утро, мои хорошие! Я уже окончательно переехала в гостиную, потому что здесь кондиционер открыла диван. Этот диван, он безумно удобный. Удобнее, чем моя кровать и любое место, на котором я когда-либо спала. Каждое мое утро обязательно начинается с макияжа. Вчера я сделала порядок в своих ящиках. Посмотрите, как все аккуратно разложила. Это первый у нас ящик и еще сделала порядок во втором. Это мой будильник, который начал звенеть с 7 и до сих пор время уже 9, а я только встала. Здесь у меня чехлы, косметика, бижутерия. Кстати, бижутерию я еще кое-что хочу прикупить себе, но покажу вам чуть позже. Из-за недели без макияжа в деревне я немножко потемнела, поэтому сегодня будем использовать BB крем от Холика Холика. В качестве хайлайтера возьму вот эту палетку от Makeup Revolution. Здесь три разных хайлайтера. Базу буду использовать от Maybelline Baby Skin. Если честно, я не вижу смысла в базах, но просто хочу ее закончить. Здесь осталось совсем немного. Я реально просто обожаю хайлайтер и вообще всю косметику от Makeup Revolution. Сегодня будем использовать вот эту палетку, шоколадку. Здесь очень хорошие нюдовые оттенки. Прям все то, что нужно для макияжа. И надо выбрать румяшки. Давайте возьмем вот эти. Самые обычные от Catrice. Мне очень нравится их цвет. Вроде в первый раз использую тон. Мне кажется, он мне подошел просто идеально, но я думаю, что зимой он мне будет темноват. Поэтому пока лето, пока я загорелая, надо им пользоваться. Так классно, так не спеша делаю макияж. Все потому, что уже опубликовала для вас видео. Это так удобно, когда наперед есть видео, и ты не в попыхах быстро-быстро-быстро все сделаешь, чтобы хотя бы до двух-трех видео было на канале. А сейчас я могу прям спокойно смотреть ютубчик, потихоньку краситься и ни о чем не париться. Сына мама идет в магаз. Тебе что купить? Читаю комментарии, вот такое ощущение складывается, как будто вы любите моего кота больше, чем я. Я его люблю больше жизни. Иногда балую тем, что нельзя кушать. Там наггетсы могу дать. Но он любит эти наггетсы. Что я могу поделать? Так что не надо мне тут писать какую-то фигню. Я его очень люблю. Я его взяла с улицы. Поверьте мне, на улице у него была жизнь гораздо хуже, чем он живет вместе со мной. Так что все, чики-пики. Я уже в лифте спускаюсь вниз. Обязательно выношу мусор. Надо что-то купить для Мукбанка. Вчера лежала, мне не спалось. И я смотрела бижутерию на шею. И нечаянно наткнулась на сережки, которые я здесь купила, получается, за 10 долларов. Ну, бижутерия обычная. А там они стоили доллар. И вот я думаю, под это платье надо какие-нибудь сережки такие массивные, голубенькие себе заказать. У меня, знаете как, периодами. То мне нравится золото. Вот сейчас меня резко потянуло на какую-то бижутерию. Тем более там огромный просто выбор таких классных изделий. И стоят вообще копейки. Учитывая, что у нас в городе бижутерия стоит, ну, дороже где-то раза в три. И под вот такие вот платья хочется что-то массивное. Вот думаю, можно заказать себе даже несколько пар. Вроде так смотришь, в магазине всего дофига. А что купить, не знаю, ждем у банка. Здесь колбаски очень вкусные. Вот эти, кстати, хорошие колбасы. Не знаю. В прошлый раз вчера, по-моему, в инстаграме спрашивала вас, стоит ли снимать разные виды мороженого. Показала это мороженое. И все мне писали, что это оказывается украинское мороженое. Я даже не знала, что у нас есть украинское мороженое. Надо попробовать, кстати. Стоит это мороженое три моната. Сколько у вас стоит, пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Так как в магазине достаточно шумно, решила записывать звук сверху. Так как скоро сентябрь, школа и все дела, везде появляются такие прилавки со всякими канцелярскими товарами. Например, тетрадки. Кстати, интересно будет сравнить, сколько у вас стоят тетрадки. Вот у нас цены. Я сейчас вам напишу. Все зависит, конечно, от листов. Сколько листов тетрадка и так далее. Когда я переехала в Азербайджан, первое, что меня удивило, что в школу надо идти 15 сентября. И на мой взгляд, это безумно удобно, потому что еще 15 дней ты можешь отдохнуть. А эти не берутся с того, что во время каникул зимних вам срезают, и у вас меньше каникул получается. Но зато ты можешь отдохнуть еще до половины сентября. Вообще, когда жарко, мне кажется, учиться совершенно не хочется. Специально посмотрела на цены. На Шейн такие крабики, 3 штуки, можно купить за 1 доллар. А здесь за 1 доллар ты купишь пол крабика. Конечно, если поискать, у нас в городе тоже можно найти такие бюджетные места. Но опять же, это трата времени. Туда надо ехать, это надо все искать. А мне удобнее просто заказать через интернет, нажать пару кнопочек, и все мне приедет в целости и сохранности. Йоу! Посмотрите, какой хлеб. Это хлеб-багет. Я специально его взяла для мукбанка. Тем более, я одна. Зачем мне такой хлеб обычный? Возьму-ка я необычный. Взяла небольшой объем кабачковой икры. Я помню, раньше ее готовила мама в домашних условиях. Нам на зиму получалось гораздо дешевле, когда вы покупаете. Вот за эту малютку я отдала 2,60. Затем я взяла пирожок с картошечкой. Вот так вот аппетитно он выглядит. Взяла вот такую рыбку для мукбанка. Если успею, сегодня хочу заснять 2 мукбанка. Когда я училась в школе, вот эти штуки стоили по 10 копеек. Сейчас стоят 25. Еще на пробу взяла вот такой салат непонятный. Посмотрим. И, конечно же, перчик. Материнское сердце разрывается, что для Твиксика ничего из супермаркета не пришло. Я забыла про него. Но у него и жидкий корм есть, и паштет есть, и сухой. Это та самая дощечка, на которой я всегда снимаю для вас мукбанки. И каждые 3 мукбанка я стараюсь вот эту фольгу обновлять. То есть я сняла старый слой и сейчас буду наносить новый. Но, к сожалению, мне не повезло, и фольга закончилась. Поэтому приходится обходиться кусочками. Так и чистенько получается, и приятно кушать. Этот хлеб очень мягкий, круто нарезается. Посмотрите, только из печи. Сейчас буду делать бутерброды с хлебом и с кабачковой икрой вот этой. Отсняла для вас мукбанк, и мне так хочется лежать. Еще кондиционер включила. Здесь просто рай. После того, как я наедаюсь, мне очень хочется спать. Но надо вставать. Мне надо на лазерную эпиляцию. Мне надо смонтировать видео. Кстати, мукбанк будет где-то, наверное, в 4 сегодня. Так что ждите обязательно. Много дел. И еще мне очень честно стыдно перед вами, что за последний месяц на моем бумажном канале было всего одно видео. И у меня уже пол коллекции готово. Ее я рисовала в тот день, когда произошло несчастье. И как-то руки не идут, если честно. Я прям смотрю на эти рисунки, на эти бумажные сюрпризы. И понимаю, что это произошло в тот день, когда произошло это кори. Прям в тот час. Я сидела и рисовала бумажные сюрпризы. И мне позвонил мой брат. И сказал эту новость, что бабушки больше нет. Бабушка умерла. Если честно, когда я услышала это, я подумала, что, наверное, какая-то ошибка. И просто стало плохо. Они неправильно поняли и так далее. И в этот момент я рисовала эту коллекцию. И я не знаю, стоит ли ее дорисовывать. Или, возможно, просто отложить у меня какие-то неприятные ассоциации с этой коллекцией. Но продолжать делать коллекции и снимать видео на бумажном канале надо. Потому что я вижу комментарии. Люди обижаются. Люди думают, что я просто бросила на произвол судьбы свой канал. Дело не в этом абсолютно. Просто что-то руки не доходят. И главный квест для меня это то, что Твиксу нужно давать его таблетки с помощью шприца. А это очень сложно. И это, к сожалению, не единственное лекарство, которое ему нужно давать. Я убираю шприц. И нужно ему вот так вот в рот это засунуть. Но он не в восторге. Ему не нравится. Ну что, погнали, квест. Все нужно сделать вот так. Самолетик. Вертолетик. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Надо, надо. Таблетки. Ты думаешь, мне неохота эту фигню тебе давать? Вынужденная мера. Иди сюда. Сыночек. Сядь. 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 Я mean, я скажу себе, что до своего дня рождения я ничего не буду покупать, и следующие мои покупки будут на мой день рождения. Вы будете тоже это контролировать, если connectivity будет мне писать. Кто-то рядом со мной должен стоять и постоянно говорит мне — стоп, тебе оно не надо. Я, как, знаете, хомяк мне вечно кажется, что по этой цене я не найду акция, мне это необходимо, это нужно вот я сама себя уговариваю, а потом после совершения заказа начинаю себя оправдывать. Но уже все, я думаю, достаточно. Я очень много всего накупила себе, особенно летних, вообще у меня вообще дофига просто. Огромный выбор того, чего можно надеть. Нанесла крем. Сейчас на гейдлайке там появились акции в моих любимых магазинах. Я думаю, пока что буду пользоваться тем, что у меня есть. И вот такой вот бальзам у меня от Makeup Revolution. Мне он не очень нравится. Просто заканчивая, чтобы не пропадал. Как же хорошо с кондиционером. Когда мы поехали на похороны в деревню, и у меня появилась сыпь на лице, и у Первана появилась сыпь, и у Альбины. Все это, наверное, из-за пыли. Сейчас уже потихоньку все заживает. Но в этот момент очень много всего появилось на лице. Я тут сидела, вовсю рисовала, и посмотрите, что у меня получилось. Всего нарисовала один пакетик, и вот два. Представляете, столько времени потратила. Вот так и не смогла много чего нарисовать. У нас будет новая коллекция на бумажном канале. Будет она называться «Шкатулка с украшениями». Здесь в каталоге тоже очень интересно. Все развалилось. В общем, в каталоге тоже очень интересно. Вот так будет открываться шкатулочка. И здесь у нас будут украшения. Должно получиться интересно. Но когда я закончу, я сама не знаю. На этом уже, пожалуй, все. Я пойду спать. Устала. Лентяйка я, конечно, с завтрашнего дня начну продуктивный свой день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!